Главный государственный праздник страны Вечерний Брест встретил у главного входа в Брестскую крепость. Здесь не смолкала музыка, в лучах софитов гостей жителей города ждала насыщенная концертная программа, в которой переплелись прошлое и современность, нашли свое отражение отголоски трагедии войны и процветания мирного времени. У эстрадной площадки перед входом в Брестскую крепость собралось порядка 7 тысяч человек. У Беларуси есть план по сохранению и укреплению независимости, и каждый может внести в него свою лепту. А для этого необходимо самоотверженно трудиться на своем рабочем месте – у школьной доски или операционного стола, в погонах или медицинском халате, в поле или на производстве. Сегодня мы часто говорим о патриотизме, и это не просто слова. Это желание и возможность отдать свой труд на благо страны, чтобы жизнь продолжалась, экономика развивалась, люди жили в комфортных условиях, молодежь гордилась своей страной. Была готова защитить и продолжить героическую историю своих предков. В этот праздничный день я говорю огромное спасибо всем за работу. Преданы своему делу и родной земле. За уважение героическому прошлому Белоруссии и сохранение исторической памяти. Наша сила в единстве. Вместе мы сможем сделать нашу страну и Брестчину лучше, богаче и сильнее. С праздником, с Днём независимости, здоровья, добра, благополучия. Пусть над нашей родной Белоруссией всегда будет мирное небо. Летний Брест утонул в сумерках, а праздник только набирал обороты. На лицах тысячи улыбок люди веселились и пели. Сегодня суперконцерт. Желаем мира в нашей стране и процветания. Любим Беларусь. Мы очень любим Беларусь. И желаю, чтобы в нашей стране был мир, достаток, любовь. Я люблю свою страну. Очень нравится праздник. Мы гости. Брест – очень гостепременный город. Людям хочу пожелать мирного неба над головой. А ровно в 23 часа Брест присоединился к всебелорусской акции «Споём гимн вместе». Именно в гимне отражена гордость за свою страну, достоинство, трудолюбие, миролюбие её граждан и уважение к истории. Идея национального единства, независимости и процветания. Апогеем вечера стали залпы салюта, которые тысячами разноцветных огней зажигались, рассыпались в небе. Апогеем вечера стали залпы салюта, которые тысячами разноцветных огней зажигались, рассыпались в небе. Василькова и Синеокая Беларусь материнской лаской отдаёт своё тепло каждому, для кого она стала родной. Сквозь века и поколения люди пронесли свою национальную идею и остались верны своей истории. И такой народ заслужил жить в суверенной и независимой стране, жить мирно и счастливо и строить своё будущее. «Очень хорошо жить в Беларуси. Мы довольны всем. Желаем всем здоровья, счастья. Всего самого лучшего, что люди сами хотят себе пожелать. Я люблю страну, потому что она самая лучшая. Я люблю страну за чистое небо и за спокойствие. Я хочу пожелать людям счастья, здоровья и всего самого наилучшего».